Добрый день, дорогие друзья! Это канал поделки-самоделки с шестью идеями для панно. И первое панно у нас сделано из пластиковых бутылок из джута. Отрезаем верхнюю часть бутылки от Кока-Колы любого размера и обклеиваем его джутом натурального цвета. Теперь я сделаю украшение, которое будет наклеено на этой чашке. Делаются они с помощью гребня и отбеленного джута. Я наматываю отбеленный джут на гребень, вот таким образом, и склеиваю только бока. Каждый раз я передвигаюсь на один зубчик вверх, и вам решать, какого размера будет это украшение, это, конечно же, зависит от размера бутылки, которую вы возьмете. Еще раз повторяю, размер бутылки может быть любой, от самой маленькой до двухлитровой бутылки. Вот такое украшение я сделала. И теперь наклеиваем пять штучек вот таких завитушек на чашку. Сначала наклеиваю по бокам, потом украшаю середину, и между ними вставляю еще две такие вставочки. Вверх я обклеила очень тоненькой косичкой. Теперь нужно сделать дополнительное украшение. Я делаю из полубусин жемчуга и добавляю к моей чашке блюдечко. Его я украшаю с помощью джута натурального цвета, обыкновенная половинка круга. Я наклеиваю джут с обоих сторон и края украшаю также косичкой из отбеленного джута. Также я сделала маленькие капельки, таким же образом, как я делала и большие для чашки. И наклеиваю. Теперь добавляем снова полубусины. Дно готово. И теперь делаем рамочку. Вот очень простая рамочка. Склеиваю сначала, потом завязываю края. Обыкновенный картон. Наклеиваю на него отбеленную мешковину. Бока украшаю косичкой из натурального джута и делаю небольшие отверстия по бокам. Теперь приклеиваю донышко. Приклеиваю чашечку. Из плетеной косички я делаю ручку для чашки и приклеиваю прямо к самому панно и к чашке. Немного добавим аромата настоящего кофе. Теперь прикрепим панно к рамке, которую мы уже сделали. Вот таким незамысловатым образом. Все очень и очень просто и зато оригинально. Такое панно может послужить отличным подарком и себе, и своим друзьям, знакомым, родственникам. Чудесная чашечка. Замечательный аромат для любителей кофе. Конкретно. Следующее панно у нас на осеннюю тему. И тем не менее я решила его включить в этот сборник. Я сделала большой круг. Все размеры указаны. И используя джутовую веревку, обклеиваем полностью весь круг. Это одна из самых легких поделок, которую можно сделать своими руками. Делается просто, смотрится очень и очень оригинально. Украшается тоже просто уже готовыми листочками. Желательно декоративными, а не настоящими, потому что настоящие высохнут и осыпятся. А так можно сделать очень и очень красивое украшение на стену. Добавьте еще своей фантазии, и вы получите совершенно другое, также оригинальное панно. Отличный подарок, отличное украшение, которые создают прекрасное настроение. Следующая поделка тоже у нас выглядит примерно таким же образом. Я делаю большой круг, но только теперь я наклеиваю джутовую ткань или мешковину. Но, как правило, у таких поделок обязательно закрывается боковая часть. Я это делаю с помощью косички. Эта косичка у меня была сделана из отбелиного джута. А вот другую косичку из натурального джута я сделала очень и очень широкую. Сейчас уже точно не помню, сколько я использовала здесь нитей. В описании вы найдете подробное видео, и там все услышите. Теперь я делаю заготовки для цветов. Я не люблю долго возиться, хочу, чтобы быстро получилась у меня моя поделка, чтобы она всегда была оригинальная и красивая. Поэтому я придумала вот такую форму для лепестков. Посмотрите, обклеила, просто разрезала пополам, и у меня получилось сразу два лепестка. То есть, в два раза быстрее я сделала всю работу. Теперь я склеиваю свои лепесточки. У меня получается готовый цветок. Разного размера я сделала такие лепестки, разного размера цветы. Добавила красивый камушек посередине. И у меня получились цветочки разного-разного размера. К цветочкам я решила добавить листочки. Я их сделала с помощью обыкновенного прозрачного пакета, на который наклеила полосками сначала джут натурального цвета. Делала листочки разного размера. На глазок. Не обязательно нужно было мне сделать одинакового все размера. Как раз чем больше разница, тем даже и лучше. Потом джут отбельный немного. И снова по краям джут натурального цвета. Обратите внимание, что в середине листочка у меня есть пустое пространство. Это для того, чтобы листочки очень хорошо гнулись. Вы сейчас увидите, какую красоту они и объем создадут на моем панно. Вот я приклеила одну сторону листочка. Пока что. Цветочки я приклеиваю прямо посередине. И теперь посмотрите. Выгибается легко очень листочек. И приклеивается край. И очень получается красиво. И оригинально. Можно выгибать. И заворачивать в одну, в другую сторону. Вот у меня получилось там небольшое грязное пятно. Его можно также закрыть с помощью листочка. Все это легко исправляется. Очень шикарная и простая поделка. Замечательное украшение. На вашей стене. Или на стене ваших друзей, знакомых или родственников. Четвертое панно у меня тоже круглой формы. Но только это будет не просто панно. Это будет тарелка с фруктами. Я вырезала небольшую часть круга. И теперь я наклею на эту часть мешковину. И с одной, и с другой стороны. Края нужно обрезать вот такими зубчиками. И зубчики приклеить с изнаночной стороны. Теперь можно склеить края. И делать дно. Дно мы обклеиваем также мешковиной. Это будет изнаночная часть. А на лицевую часть я наклеиваю кружок меньшего размера. И как я уже говорила, косичкой закрываем боковые края. Чтобы не было видно самого картона. Косичкой. Теперь наносим клей по краям маленького круга. И надеваем верхнюю часть тарелки. Все. Приклеиваем. Получилась у нас настоящая тарелочка. Теперь с помощью косички натурального цвета делаем такой ободок. И всю середину я обклеиваю косичкой, сделанной из отбеленного джута. Ну, теперь сделаем украшение по краям. Очень простым способом я нарезаю вот такие короткие кусочки натурального джута. Наношу горячий клей на самые края. И на глазок делаю такую петельку. Вот получилась петля. Таких петелек я сделала много. Не считала сколько. И обклеила край тарелочки. Теперь закрываем все неровности. Сначала опять-таки я делаю ободок из джута натурального цвета косичкой. И потом из джут отбеленный. Теперь делаем украшение. Сначала займемся виноградом. Делаем виноград из обыкновенной туалетной бумаги. Сначала сделаем катышки. Высушим их. И буквально на следующий день, не раньше. Начнем обклеивать эти заготовки цветом винограда, который вы хотите. Это я сделала виноград из пряжи зеленого цвета. И такой же точно виноград я сделала из джута, который я покрасила накануне марганцовкой. Вот так же горячим клеем приклеиваем. Еще мне пригодился джут конкретно зеленого цвета. Я его распустила на полоски. Также я поступила и с джутом отбеленным. И хорошенько-хорошенько смочила эти части клеем, которым я пользуюсь. Клей указан в описании к видео. Так что вы можете найти его точное название. Это не ПВА. И потом, когда затвердеют все кусочки, я сделала ножки для моего будущего винограда. Теперь я вместе соединяю все ягодки винограда. Делаю это как можно более похожим на натуральный виноград. И занимаюсь теперь листьями. Листья я отпечатала из интернета. И теперь прямо по контуру зеленым цветом, зеленым джутом я прохожу сначала края листочков. И потом полностью заполняю всю середину. А тоненькими нитками отбеленного джута я делаю вот такие прожилочки. Лишние ворсинки я обжигаю с помощью зажигалочки. Вот так же я сделала листья разного размера. Они у меня гнутся хорошо. Сейчас я занимаюсь будущим яблоком. Это пенопластовый шарик. Желтого цвета я сделала яблочко. Обклеила я его пряжей желтого цвета. Сюда так же вставила хвостик. Из черной пряжи я сделала другую сторону яблочка. Немного добавила постели. Разрумянили яблочко. И кроме яблока у меня на тарелке есть еще абрикос. Я нашла оранжевого цвета шелковую нить. Нить была очень толстой. Примерно полтора миллиметра. И вот теперь я добавляю все фрукты и виноградные листочки прямо на тарелочку. Все это я делаю с помощью горячего клея. Практически очень много горячего клея уходит на эту поделочку. Зато очень красиво получается. Особенно виноградные листочки. Они чудесно смотрятся на этой тарелке. Такое панно послужит отличным украшением на вашей кухне или на кухне ваших друзей или родственников. Не забудьте сбрызнуть лаком, чтобы все это держалось очень-очень прочно. И можно было ухаживать за вашими вещами из джута. Пятая поделочка. Пятое панно тоже очень и очень оригинальное. Я сделала это панно из обыкновенного большого будильника пластмассового. И посмотрите, сейчас я из этого будильника сделаю наручные часы, которые можно будет повесить на стену. И они будут прекрасно украшать либо комнату, либо кухню. Покрасила я все это в золотистый цвет. Джут у меня здесь работает натуральный и джут отбеленный. Также я здесь использовала мешковину натурального цвета и отбеленного. То есть сначала, как вы заметили, я разобрала все части, покрасила сам будильничек, корпус. А теперь я изготавливаю ремешок, на котором будут держаться часы. Естественно, смотрятся они гораздо больше, чем обычные часы наручные. Вот здесь на мешковине я прямо рисую рисунок, который мне пришел в голову. Можно скопировать рисунок из интернета и перенести его сюда с помощью копировальной бумаги. Тоже получится очень оригинально. Любой рисуночек можно сделать. Чтобы ваши изделия выглядели очень красивыми из джута, обязательно сделайте контраст. На светлом фоне джут натуральный или на натуральном цвете отбеленный. Посмотрите, как оригинально здесь смотрится. Вот я придумала такие листочки, завитушки, еще такие капельки. А сейчас я хочу добавить несколько усиков, которые похожи на бабочки на усики, но они будут смотреться немного по-другому. Вот, посмотрите, с одной стороны я так загибаю. Обыкновенное колечко на длинной ножке. И с одной стороны, и с другой. Все это я украшаю камушками. Добавляем застежку, которая сделана из косички. Все это прикрепляем. И вешаем теперь на стену. Замечательно и очень красиво получается эта поделочка. Просто оригинально и бесподобно она украсит вашу комнату, зал, кухню. В общем, любую часть вашего дома. Отличный подарок. Ну и, наконец, последняя поделочка. Это абсолютно новая поделка у меня. Это панно. Панно, которое можно сделать, как говорится, на все случаи жизни. Вот все детальки будущего ежика. То есть, панно у меня называется ежик. Теперь мы приклеим самая большая деталь, которая похожа на яйцо, на мешковину самого темного цвета, который вы найдете. На мешковину отбеленную я приклеиваю серединку, животик и голову и остальные части моего ежика. Естественно, размеры могут быть любыми. Края я просто закрываю жутом отбеленным. Всего одной ниточки будет достаточно. Самое главное, чтобы она закрыла края картона, чтобы картона не было видно. Ну и теперь собираем вместе ежика. Приклеиваем ему кузинчик. Приклеиваем ему мордашку, которая выглядит в виде сердечка. Ручки. Ножки. Добавляем глазки. Глазки я сделала из перца горошка. А носик я сделала из кофейного зернышка. Добавила бровки и коготочки. И теперь обратите внимание, я буду заниматься игольчатой шубкой ежика. Я выдернула нитки из мешковины. Теперь привязала один конец обыкновенного джута натурального цвета. И сейчас на эту нитку я буду привязывать коротенькие ниточки, которые я уже нарезала. Можно это сделать с помощью крючка, а можно с помощью обыкновенных пальцев. Вот делаем петлю. Продеваем под нитку и завязываем. Вот такая шубка у меня получилась. Обрезаем края. Не обязательно ровно. Это даже будет лучше, если не ровно. Укладываем ежика на пергаментную бумагу и приклеиваем вот эту шубку таким образом, чтобы она прямо вот стояла. Лишнее еще я решила обрезать, покороче сделать шерстку. И расправила ворсинки в разные концы. Для держателя я взяла две деревянные палочки и в одной из них проделала отверстие. Продела туда джут, завязала концы. И для основы панно я воспользовалась ковриком, который мы подкладываем обычно под горячее блюдо или под горячие тарелки. Отрезала часть. И, как вы видите, сейчас намотала и наклеила на деревянные палочки. По центру я приклеила ежика. И снова еще поярче сделала ему пробки и коготки. Дала ему ручке цветочек. И теперь он готов радовать вас и ваших друзей. Понравились мои панно? Не забудьте поставить лайк, приходите за новыми идеями. И не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в ваших социальных сетях. Ну а теперь пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok